Друзья, всем привет! Сегодня у нас в ролике будет ну очень интересная звуковая колонка от компании Tronsmart, Halo 200. В целом компания Tronsmart это JBL на минималках. Сегодняшний наш гость это 120-ваттная колонка с набором разных приколюх, а также очень крутым звучанием, который выручит вас на любой вечеринке. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Начнем как и обычно с упаковки. Перед нами довольно-таки большая коробка, в которой поместилась Halo 200. Как и обычно на коробке изображены основные характеристики и особенности. Внутри же сможем найти такое. Два беспроводных микрофона, кабель для зарядки от сети и да, просто так от пауэрбанка ее не подзарядить, макулатуру, а также специальные резиновые вставки для микрофона, чтобы он не перекатывался. Переходя к дизайну и возможностям Halo 200, то могу отметить следующее. Это довольно-таки массивная колонка весом 6 кг. Но, как сами понимаете, оно того стоит. По внешнему виду могу отметить такое. Корпус выполнен из матового и достаточно качественного пластика, а по бокам есть еще такие некие прорезиновые вставки. На дне колонки есть прорезиненные ножки, чтобы она не елозила на поверхности. Как я уже упомянул, то вес колонки составляет 6 кг, что является весьма немалым в мире портативных колонок. Но, опять же, учитывая мощь данного продукта, оно и понятно, почему именно такой вес. Также, понятное дело, у колонки есть и световая индикация. Ее можно менять как с кнопки на самой колонке, так и через фирменное приложение, к которому мы еще также придем. Ну, а так-то режимов световой индикации довольно-таки много. И вы сможете под себя найти подходящий. Так что для большой вылазки на природу данной колонки будет прям за глаза, учитывая весь запас звуковой мощи. В жаркое время года Hello 200 точно не подведет, ибо она защищена от воды по стандарту IPX4. Что же касается вопроса работы, то колонка, по словам производителя, проживет 18 часов, благодаря очень емкому аккумулятору. Но тут также важно сделать небольшое уточнение, что 18 часов это при 50% громкости, а также при отключенной подсветке. И согласитесь, в целом результат неплохой. Ну, а что же по органам управления? Сверху вы сможете найти следующее. Это, конечно же, кнопку включения, режим саунд пульс, режим подкастов, кнопку управления подсветкой, блок навигации по музыке, кнопку переключения режимов работы, эхо для микрофона, стереопейринг и большой механический регулятор громкости. Также еще есть и 4 индикатора заряда. Один индикатор это 25% от общей зарядки. Ну, а что же мы можем найти сзади? А там под заглушкой разместились два совмещенных входа для микрофона и электрогитар, собственным уровнем на каждый канал, маленькая кнопка сброса на заводские настройки, AUX, питание и USB порт, который совмещает в себе функцию пауэрбанка на 15000 мАч. И классический уже плеер с музыкой на флешке. Хотел бы еще остановиться на технических характеристиках колонки. То у Tronsmart Hello 200 установлен Bluetooth версии 5.3, аккумулятор емкости на 15000 мАч, динамик в 3 полосы, это бас и плюс 2 среднечастотника и твиттер, а также выходная мощность равна 120 Вт. Теперь мы пришли к приложению. И собственно его посредством можно как и обычно обновлять прошивку, настроить автоотключение, отрегулировать громкость, выбрать один из пресетов эквалайзера, ну или же накрутить его самостоятельно, переключить режим работы, настроить сопряжение, выбрать подсветку и судя по всему также добавить баса, верхов и реверберации на входящий сигнал от микрофона и гитар. Но вот с гитарой конечно будут вопросы, ведь колонка не обладает наличием каких-то дополнительных эффектов для перегруза, это будет лишь чистый звук с некоторыми нотками реверберации. Ну и теперь же нужно наверное рассказать о самом главном в Hello 200, это озвучание. Играет она громко, басами пробивая аж до мурашек. По окрасу звук скорее нейтральный, немного даже пресный, но на слух достаточно ровный. Басы на середину не наползают, при этом при полном смысле они будут именно качать. Каши я не наблюдал в плане звучания, все чисто, ровно и хорошо сбалансировано. При этом также если вы используете какой-то стриминговый сервис для прослушивания музыки, то там также с помощью эквалайзера можно накрутить звучание под себя. Одним словом по звуку Hello 200 я остался очень доволен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так звучит микрофон на колонке Transmart Hello 200 без какой-либо обработки. Пишется напрямую в камеру, но я думаю, что можно оценить качество всего этого добра, плюс еще можно дополнительно накинуть немножечко реверберации, и мы с вами получим, ну, такой, для того, чтобы как-нибудь там караоке попеть или еще что-нибудь сделать. Так что в целом и в общем данного звучания, я думаю, будет, что очень задолжна для какой-либо компании или же для какого-либо отдыха. Ну и что же мы получаем в итоге, приобретая Transmart Hello 200? Отличная колонка для вечеринок на пляже, на даче, ну или же на другой любой открытой локации. Помимо такого варианта использования, ее можно также применять, как и домашний саундбар. Из плюсов выделю качественное звучание, большой запас громкости, удобный дизайн, длительное время работы от одного заряда аккумулятора при таких спецификациях, наличие подсветки, достаточное количество портов и, конечно же, микрофоны. Из минусов, честно, даже сложно что-то прям такое отметить. Ну а если уж прям придраться, то давайте отнесем к минусу то, что защита от воды и пыли есть уже по стандарту IPX6, а в данном случае Hello 200 идет с IPX4. Ну а так в целом по соотношению цена-качество это очень годный вариант. Потому если вас заинтересовала колонка Transmart Hello 200, ссылку на ее покупку вы сможете найти в описании под этим видео. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.